Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют проект «Анонимус. Гибель Сатурна». Глава первая. Мадемуазель французский Ажан. Голубой Фиат Пунто, слегка гудя мотором, бодро штурмовал горбатую асфальтовую дорогу, по обе стороны которой величественно возвышались могучие изумрудные сосны. Прямо по курсу полыхала под солнцем белым пламенем снеговая шапка ближней горы. Фиат вел сеньор Анджело Мретти, итальянец лет сорока, с мрачноватым смуглым лицом, похожий одновременно на древнеримского легионера и на Лукино Висконти. Сеньор Мретти знал об этом в своем сходстве с гением кино и даже немного гордился им. Вот и сейчас двойник знаменитого режиссера нежно поглядывал в зеркало заднего вида, в котором отражался не так задний вид, как сам водитель. — Лучше б ты был похож на Марчелло Мастрояний, — ядовито заметила сидевшая рядом с ним сеньора Мретти, большеносая, худая принятка, с лицом слегка обезображенным, чрезмерно здоровым образом жизни. — В крайнем случае на Адриана Челентано. — Был бы я похож на Адриана Челентано, я спал бы не с тобой, а с Арнеллой Мутти, — буркнул сеньор Анджело. — Челентано не спит с Арнеллой Мутти, — возмутилась сеньора. — Это, во-первых. Во-вторых, Арнелла Мутти — старая толстая мумия. — Если ты хочешь с ней спать, ты просто извращенец и маньяк. — Ты еще сто тонхамоном выспись, некрофил. Сеньор Мретти пропустил мимо ушей египетского фараона, о котором знал только понаслышке, и вернул разговор гораздо более симпатичной ему Арнелле Мутти. — Это сейчас она корова. Лет пятьдесят назад было очень даже ничего. Анджело слегка тормознул на пустой дороге. Он сделал это специально, чтобы благоверное клюнуло своим большим носом, но при этом не расплющило его лобовое стекло. Проклятые пластические хирурги запросто могут разорить бедного итальянца. — Пятьдесят лет? Да пятьдесят лет назад тебя и на свете не было. И смотри, куда едешь, не свиней везешь. — Я просто ангел, настоящий ангел, что терплю тебя. Это все твоя пораженная луна и слабый Меркурий. Тебе надо работать над собой, расширять сознание, а не обжираться пастой с помидорами. — А чем, по-твоему, я должен обжираться? — разозлился Анджело. — Может быть, гамбургерами? — Имею в виду, Кьяра, я итальянец и буду есть пасту, даже если все на свете жены запретят мне ее есть. — Не смей на меня орать! — вдруг заголосила супруга. — А ты не смей меня учить! Синьор Меретти демонстративно сложила пальцы в мудру знание, закрыла глаза, замычала «хм-м-м-м-м-м-м», и спустя несколько секунд заговорила с необыкновенным торжеством. — Вижу! Вижу! Я вижу! — супруг не выдержал и ехидно осведомился, что такого увидела его благоверное, чего не разглядела за предыдущие сорок лет ее жизни. — Я вижу, что ты исчерпал терпение небес! — взвизгнула синьора Меретти. — С тобой случится? — О, я даже не решаюсь сказать. Но знай, что с тобой сейчас случится что-то страшное, что-то чудовищное, жуткое. — Если со мной случится что-то жуткое, то и с тобой случится что-то жуткое, потому что мы в машине, а я за рулем! — прявкнул Анджело. Несколько секунд супруга сидела, поджав губы, потом сказала скорбным голосом. — Останови! Я выйду! — Меретти поднял брови. — Тебя что, укачало? — Нет! — Я просто не могу дышать с тобой одним воздухом! Вид у синьора был трагический. — Останови! Я выйду и пойду пешком! Анджело пожал плечами. Только дурак спорит с женщиной, если она решила уйти. Фиат сбросил скорость и съехал на обочину. Киара накинула на плечи желтую ветровку с красной полосой, вылезла из машины и тихо прикрыла за собой дверь. Синьор Меретти смотрел, как она, вжав голову в плечи, медленно и сиротливо удаляется в сторону ближней горы. Ему вдруг стало жалко жену. — А что вы хотите, синьоры? Столько лет вместе. Он слегка придавил педаль газа, поравнялся с супругой, открыл окно, крикнул — «Не валяй, дурака, Киара! Лезь в машину!» «Через полчаса начинается твой ретрит. Гуру тебя не похвалят, если ты опоздаешь к началу!» Синьора Меретти ничего ему не ответила и даже не взглянула в его сторону. Анджело раздраженно хмыкнул и выжил педаль газа. Однако далеко уехать он не успел. За спиной раздался такой крик, что зазвенело в ушах. Меретти затормозил и оглянулся назад. Кричала Киара, показывая пальцем в сторону ближайшей к ней сосны. Анджело сдал назад, подъехал к жене, вышел из машины. В глубине души он еще надеялся, что все это несерьезно, что это всего-навсего очередной театральный трюк вздорной женушки, но Киара продолжала кричать, с ужасом глядя туда, куда указывал ее палец. — Что с тобой? — не выдержал синьор Меретти. — Что еще случилось, черт тебя подери? — Там, — простонала она, — там человек. Она, наконец, отвернулась, прижалась к его груди и горько заплакала. Анджело посмотрел в ту сторону, куда только что указывал ее палец, и лицо его, мужественное лицо римского легионера, исказилось ужасом. На обочине, уткнувшись бампером в сосну, стоял оливковый Бентли. Опрокинув голову на руль, в машине сидел седовласый синьор в дорогом коричневом пиджаке. Лицо его смутно белело сквозь боковое стекло, рот был приоткрыт, широко распахнутые глаза глядели неподвижно, словно стеклянные. Судя по всему, синьор был мертв, окончательно и бесповоротно. Аэропорт Гренобля Альпы-Изер встретил старшего следователя ареста Витальевича Волина равнодушной прохладой. Безразличны были лица идущих рядом пассажиров, рассеянные физиономии пограничников и даже таможенник ни разу не взглянул на него, пока Волин проходил контроль. Видно было, что здесь привыкли к туристам вообще и к русским туристам в частности. Этому способствовали многочисленные горнолыжные курорты, соседствующие со старинным городом, для которого нашествия были не в новинку и который помнил еще римских цезарей. «Роса туриста европривозисту!» — громко заявил в самолете перед посадкой подвыпивший пассажир, настолько лысый, что недостаток волос на голове не возмещала даже густая шкиперская борода. Можно было бы, конечно, возразить лысому, что евро везут не только русские туристы, но и любые другие. Однако спорить не было никакого смысла. Тем более, что у самого Волина этих самых евро кот наплакал. По словам полковника Щербакова, приглашающая сторона обязалась оплатить все расходы, в том числе и билеты на самолет. Но обязательства обязательствами, а денег в кармане все-таки хотелось бы иметь побольше. Аэропорт Альпы-Изер вполне себе модерновый снаружи, изнутри, тем не менее, выглядел весьма провинциально, почти местечково. Во всяком случае, с московскими аэропортами не было никакого сравнения. Расцветалич вспомнил, как в новосибирском аэропорту Толмачева «Тетенька с телосложением борца-тяжеловеса торжественно вручила ему анкету, в которой, среди прочих, был и такой вопрос. Чем, по-вашему, аэропорт Толмачева превосходит другие мировые аэропорты?» Тогда Волин посчитал, что Толмачев мог превзойти другие мировые аэропорты только в кошмарном сне. Однако теперь, увидев Альпы-Изер, подумал, что вот с ним-то аэропорт Толмачева вполне мог бы посоревноваться. Такое это было тихое, сонное и даже почти кроткое место. С другой стороны, думал старший следователь, население Гренобля чуть больше 150 тысяч. Куда, скажите, им летать? Если бы не курорты вокруг, был бы этот аэропорт обычным автовокзалом, от которого два раза в день отъезжал бы автобус в сторону границы с Италией. Волин покинул зону прилета и завертел головой, ожидая, что вот-вот явится человек в штатском, но с характерным суровым ликом французского ажана и с табличкой в руках «Мсье Волин Москул». Однако никакого ажана тут не было. Ни в штатском, ни в форме, ни даже голова. Волин с легким раздражением подумал о вечной французской необязательности. То ли дело немцы. Впрочем, и у них, говорят, в последние годы стали опаздывать поезда. Так что вопрос о педантичности уже просто не стоит быть бы живым. Старший следователь поймал себя на том, что он сегодня как-то мрачно и критически настроен к окружающей действительности. Что в самом деле за конец света такой? Не явился встречающий, не проблема. Сейчас найдем номер местного полицейского управления и позвоним сами. Он вытащил смартфон и начал тыкать в экран указательным пальцем с решительностью человека, брошенного посреди чужого государства почти без средств к существованию. Неизвестно, до чего бы он так дотыкался, но тут за спиной его раздался до боли знакомый голос. — С приездом, товарищ Валин, — сказал голос с очаровательным французским акцентом. Он обернулся. Сумрачный вечер расцвел радугой, словно бы под потолком аэропорта кто-то запустил беззаконный салют. На Валина, слегка улыбаясь, смотрела капитан французской полиции мадемуазель Эренбелью. Для старшего следователя просто Иришка Белова. Изумрудные глаза, русые волосы, чуть вздернутый носик. Все близкое и родное до невозможности. Темные шатен, глазокари, черты лица правильные. Я не ошиблась, вы действительно мои арестиции, Валин? — Иришка, ты здесь откуда? От радости старший следователь совершенно забыл, что находится в публичном месте и, более того, в зоне повышенной опасности. Презрев все условности, он попытался сгробастать барышню в охапку. Но мадемуазель французский ажон решительно уперлась ему кулачками в грудь и сгробастать себя не позволила. — Но-но, — сказала она, хмурясь, — потише, тигр. — Мы здесь на службе, так что будь добр. Майор, держи при себе свои длинные руки. И все остальное тоже. — Руки согласен, — вздохнул Валин. — Насчет всего остального не обещаю. Ирина посмотрела на него весьма холодно. — Давай-ка расставим все точки над йо, — сказала она, как всегда путаясь в русских поговорках. — Имей в виду, это я тебя сюда вызвала. Ты поступаешь под мое командование, так что будь любезен, слушай и повинуйся. Он хотел было спросить шутливо, с каких это пор майор повинуется капитану, но посмотрел на ее серьезное лицо и передумал. Они вышли из аэропорта, дошли до автостоянки, уселись в белый Иришкин-Ренок-Лио. Над аэропортом тьму разгоняли сильные прожектора, а вот за его пределами ночь уже окутала окрестности теплым, синеющим мраком. — Куда едем? — осведомился старший следователь, застегивая ремень безопасности. — Все ж таки кругом Европа, а не российская вольница. Хочешь, не хочешь, блюди цивилизованный вид. Въехали они, как выяснилось, на горнолыжный курорт Ла-Розьер. — Горнолыжный? — удивился он. — Какие лыжи в июне месяце? В июне, разумеется, никаких лыж там не было, но курорт все равно действовал. Только вместо лихих слаломистов и юных прелестниц сюда приезжали старички, семейные пары, обремененные детьми, и участники разных конференций. — Научных конференций? — заинтересовался Волин. — И научных тоже, — кивнула Иришка, — но дело не в этом. Дело в том, что рядом с курортом нашли машину. Врезавшуюся в сосну. А в ней мертвого человека. Человек был не первой молодости, так что поначалу решили, что умер он от сердечного приступа. Однако при вскрытии судмедэксперт обнаружил довольно странную картину. Внутренности покойника превратились в желе. Старший следователь на миг задумался. Желе внутри человека что-то больно экзотично. Смахивает на голливудский боевик про инопланетные вирусы. — Может, просто во время аварии так сильно пострадал при столкновении с деревом? — Дерево тут ни при чем, — отвечала Иришка и резво обогнала длинную грузовую фуру, едва не выскочив на встречную полосу. Авто, ехавшие за ней, загудели вслед, явно не одобряя лихой маневр. Удар был очень легкий, машина просто скатилась на обочину. Более того, никаких видимых повреждений на теле покойного нет, если не считать синяка на скуле. Старший следователь предположил, что синяк мог появиться от удара. А руль? Ирина пожала плечами. Может, и так, может, и а руль. Но плачевного состояния внутренних органов покойника это все равно не объясняет. Тут мадемуазель Ажан отвлеклась от темной дороги, которая плавно катилась им под колеса и на миг взглянула наволенно. Он улыбнулся, но улыбка его тут же и растаяла. Губы у Иришки дрожали, зрачки были расширены. — Что с тобой? — спросил он с беспокойством. Несколько секунд она молчала, глядя вперед на дорогу, потом заговорила. Она не знает, что с ней. Она полицейский, повидала всякое. Но именно эта история почему-то ужаснула ее. Этот несчастный покойник, а то, что с ним сделали. Уолин, конечно, может думать, что хочет, но во всем этом есть что-то жуткое, инфернальное, нечеловеческое. — Ты знаешь, я в мистику не верю. Но тут... — ее всю передернуло. Видел бы ты его. Кто мог такое сделать с человеком? Зачем? Почему? Она кусала губы. В таком плачевном состоянии свою боевую подругу Волин видел в первый раз. — Ну-ну, не волнуйся. Он положил ей руку на плечо, слегка жал его. — Она не волнуется. Она просто не понимает, что происходит. Этому нет никакого рационального объяснения. А хуже всего, что она боится. Она, которая никогда ничего не боялась. Если честно, именно поэтому она и вызвала ареста, чтобы не остаться с неведомым злом один на один. Волин кивал согласно. А сам думал, что все-таки психика у женщин менее устойчива, а воображение разви-то сильнее, чем у мужчин. Вот потому, наверное, в полицейские и солдаты идут в основном представители сильного пола. Или, как это сейчас правильно говорить, не пола, а гендера. И, наверное, не сильного, а бородатого. Или еще какого-нибудь такого же толерантного. — А кто он вообще-то, покойник? — спросил старший следователь, пытаясь хоть немного отвлечь Иришку от ее кошмаров. — Личность установили? Оказалось, что личность они пока только устанавливают. При погибшем не имелось никаких документов. Даже смартфона не было. Правда, машина оказалась с итальянскими номерами. Ирина уже послала запрос в итальянскую полицию, чтобы выяснить, кому принадлежит злосчастный Бентли. И кому же? Мадемуазель Ажан посмотрела на него с удивлением. — Он что, оглох? Она же сказала, послали запрос. — Зачем запрос, удивился Волин? Надо было просто пробить по открытым базам. Подруга его только головой покачала. Он так и не стал цивилизованным человеком. Здесь ему не Россия, здесь нет открытых баз. А если даже и есть, то они взломанные. А значит, полиция ими не пользуется. Старший следователь махнул рукой. — Нет, так нет, насильно мил не будешь. Есть тема поинтереснее. — Это правда, что погибший родом из России? Иришка кивнула. — Да, на плече у него след от сведенной татуировки. Судя по всему, буквы русские, но разобрать всю надпись она не смогла. — Может быть, Волина получится? Он улыбнулся. — Ладно, посмотрим, что там за буквы. Тихий, тощий прозектор, сам похожий на выход состава света, провел их в холодильник, где хранились тела. Циклопические серые шкафы с ледяными на ощупь выдвижными ящиками издали сильно смахивали на картотеку. Вот только хранились тут не карточки и формуляры, а мертвецы, терпеливо ждавшие, когда живые, выпишут их из каталога и придадут, наконец, вечному покою. Волин был рассеян. Он думал о том, что вчера ночью Иришка пробралась к нему в номер. Но между ними ничего так и не случилось. Он только прижимал ее к себе и гладил по голове, а она тихонько дрожала и так, дрожа, уснула у него на груди. Все это казалось ему совершенно непонятным. Мадемуазель Белью никогда не была кисейной барышней. Воля, ум и сарказм всегда были ее отличительными чертами. И вот, похоже, эти замечательные свойства совершенно ей изменили. Старший следователь терялся в догадках, что могло довести Иришку до такого состояния. Покойник покойникам, но мало ли она видела их на своем веку. Чем этот конкретный мертвец оказался страшнее всех остальных? Вероятно, на эти вопросы можно было ответить. Вот только для этого надо было увидеть все самому. Прозектор выкатил ящик с телом и отошел в сторону, чтобы не мешать полиции делать свое дело. Воля накинул покойного внимательным взглядом. Благородная львиная грива наполовину сюда, седая же бородка клинышком, большой нависающий лоб, крупный прямой нос, трагическая складка у тонкого рта. Вдоль загорелого живота тянется грубый прозекторский шов. Ноги короткие и крепкие, тело уже начало расплываться, хотя, видимо, при жизни покойник прилагал необыкновенные усилия к тому, чтобы сохранять форму. — Есть еще одна деталь, — внезапно сказала Иришка. При осмотре выяснилось, что на нем было женское нижнее белье. Старший следователь хмыкнул оригинально. Хотя, если подумать, это зацепка. Во всяком случае, дает возможность строить некоторые версии. — Например? — Мадемуазель Белью смотрела на него устало, как будто успела смертельно вымотаться за утро. Зеленые глаза ее поблекли, казались уже не зелеными, а какими-то болотными. — Какие именно версии может предложить господин майор? — Например, ревность, — отвечал Волин. — Его мог убить милый друг, заподозрив в измене. Иришка кивнула. — Мог, конечно, мог. Однако она просит до поры до времени вслух ничего подобного не говорить. Волин не понял, почему. — Потому, — отвечала она, — что ЛГБТ-сообщество отличается своей гуманностью, и там никто никого никогда не убивает. Никто никого и никогда, — повторила она. А если он думает иначе, то ты слышал, что такое канцел калча? — Конечно, он слышал. Это когда кучка обиженных судьбой болванов по смехотворному поводу травит людей, вина которых не доказана. — Тихо! — сказала Иришка сквозь зубы, косясь на стоявшего в отдалении прозектор. — Тихо, дуралей! Здесь тебя не Россия. Здесь за такие слова запросто могут уволить, и другого места ты потом в жизни не найдешь. — Ну, меня-то никто уволить не может. Я тут не работаю. Начал было он, но она его перебила. Зато я работаю. Иришка еще понизила голос и говорила теперь почти шепотом. — Слушай, я не хуже тебя знаю, что сексуальная ориентация и промежуточный гендер не превращают людей в ангелов. ЛГБТ такие же люди, как и все, могут и украсть, и убить, и вообще сделать все что угодно. Но произносить это вслух нельзя, понимаешь, нельзя. Есть у тебя такая версия? Пусть можно над ней работать, но прилюдно об этом говорить не рекомендуется. Пока, во всяком случае, версия не подтвердится фактами. Ирина на миг умолкла, потом продолжала уже спокойнее. — Да, мужика убили, и мы пока не знаем, кто именно. Но гораздо хуже, что мы не знаем, как его убили. Вот это бы неплохо понять в первую очередь. Это могло бы нас хоть как-то сориентировать. Валин задумался на миг. — А нельзя ли для ясности глянуть, что там у покойника внутри? На все это, как она говорила, желе. Иришка только головой покачала. Это вряд ли. Покойника уже зашили, так что придется получать разрешение на новый осмотр, а это совершенно лишние хлопоты. Более того, не стоит туда смотреть, уж пусть поверит ей на слово. Если Воля на самом деле этого хочет, она потом покажет ему видео. Но ситуация от этого яснее не станет, там просто мясной холодец. Старший следователь пожал плечами на нет и суда нет. А что, кстати, сказал судмедэксперт? Нет ли в крови покойного следов какого-нибудь яда? Она покачала головой. Никаких посторонних токсинов в организме не обнаружено. Конечно, яд мог и разложиться. Но что за яд мог разрушить человека за короткое время, при этом сохранив внешнюю оболочку и полностью уничтожив внутренности? Он не знает? Она тоже. Такие яды обычно прерогатива спецслужб. Но если тут замешан шпионаж, дело придется передавать контрразведке. Волин слушал ее, а сам продолжал разглядывать тело. Ага, вот, кажется, и сведенная наколка. Ну, братцы мои, тут же совсем ничего не осталось. Одно бледное пятно. Впрочем, нет, видны пара букв И. И А, кажется. Но остальное... Секунду он думал, потом вытащил из кармана смартфон и сфотографировал татуировку. Потом можно будет поиграть с резкостью, отвечала на вопросительный взгляд Ирина. «Есть такие программы, улучшают видимость». Она рассеянно кивнула, видимо, думала о чем-то своем. Потом вдруг сказала негромко, как бы немного стыдясь своих слов. «Я понимаю, это глупость, конечно, но никак не могу отделаться от одной мысли. Какой?» Спросил он, прячь смартфон. «Я тут почему-то вспомнила китайские боевики. В них часто повторяется легенда об ударе отсроченной смерти. Это не удар отсроченной смерти», — неожиданно перебил ее Волин, который, наклонившись, осматривал тело сантиметра за сантиметром. Он поманил пальцем прозектора, и они вдвоем перевернули покойника на бок так, чтобы видна была и спина. Удовлетворившись осмотром, старший следователь кивнул. Мертвеца вернули в прежнее положение, ящик с телом задвинули на место. «Это не удар отсроченной смерти», — повторил Волин, снимая медицинские перчатки и протирая руки антисептиком. «Вот такого удара остался бы след вроде маленького синяка или темной точки. А это... это больше напоминает другую технику». «Какую?» — спросила Ирина, глядя на него снизу вверх. «Какую именно технику это напоминает?» Он кивнул прозектору, прощаясь, и они вышли из морга. Оказавшись, на улице отошли метров на двадцать от двери, от которой, казалось, веет могильным холодом. На улице, несмотря на лето, тоже было не жарко, градусов одиннадцать-двенадцать. Чувствовалось, что они в горах. Волин закурил. Иришка по-прежнему ждала ответа, не сводя с него глаз. «Не помню, и как называется, — проговорил он, наконец, выпуская дым и стряхивая пепел с сигареты. В традиционных боевых искусствах есть такая специфическая штука. Суть ее в том, что удар наносится не прямо по телу противника, а через твою же собственную ладонь. То есть ее в последний момент подставляют под удар, и она служит как бы прокладкой между бьющей рукой и местом, по которому бьют». «И в чем смысл такой прокладки?» — не понимала Иришка. «Удар же будет слабее». Старший следователь покачал головы. Наоборот. Считается, что благодаря подставленной ладони энергия проходит через защиту из мышц врага и напрямую поражает его внутренние органы. Может быть, этому даже есть какое-то чисто научное объяснение. Но в традиционных боевых искусствах объясняют это использованием внутреннего усилия и энергии ци. Кстати, от такого удара человек иногда умирает сразу, а иногда какое-то время еще мучается. Мадемуазель Ажан смотрела на него недоверчиво. А он-то откуда все это знает? Ну, он по молодости занимался тайским боксом, даже кандидатом в мастера стал. Так что кое-чего наслушался, кое-чего начитался. Не только в муай-тай, но и, так сказать, в смежных областях. «Значит, ты думаешь, что его убили именно так, через зурку?» Иришка хмурила брови. Волин пожал плечами. Эта версия не хуже любой другой. Выходит, искать надо какого-то бойца. «Не какого-то», — поправил Волин, «а ушуиста или каратиста. Это именно их техники. Другие, в общем-то, этим не владеют». На смартфоне у Иришки пикнуло оповещение. Она вытащила телефон, провела по экрану пальцем. «Ага», — сказала она, — «установлен владелец машины. Это некий Матео Гутузо, 25 лет, генуэзец». Она еще потыкала в смартфон, потом показала Волину фотографии, высыпавшиеся по запросу в поисковике. С фотографией глядел атлетический сложенный молодой человек с зализанными назад светло-русыми волосами и сияющей улыбкой кинозвезды. На нескольких фотографиях он был в кимоно. На одной выполнял высокий удар ногой в прыжке. «Тоби-май-гей-ре», — задумчиво проговорил старший следователь, рассматривая фото. «Квалифицированно бьет, однако». Тут же нашлось и объяснение высокой квалификации бойца. Оказалось, что сеньор Матео Гутузо — обладатель третьего дана по карате. Волин довольно потер руки. Похоже, они на верном пути. «Думаешь?» — спросила она озабоченно. «Но если убил Гутузо, почему он не снял с машины свои номера? Ведь вычислить его по номерам проще паренной репы». Волин усмехнулся. «Это же очевидно. Неужели она не понимает?» Иришка посмотрел на него сердито. «Не выпендривайтесь, Холмс, говорите ясно». «Элементарно, Ватсон», — отвечал он. «Если мы возьмем этого Гутузо за жабры, он наверняка скажет, что покойный друг попросил его дать ему ключи от машины и поехал по каким-то своим делам. По дороге с ним случился сердечный приступ. Он врезался в дерево, так что с него Гутузо взятки гладки. Понимаешь? А кроме того, машину можно идентифицировать не только по номерам, но и по двигателю, и по номеру кузова. Так что полиция все равно бы узнала, кто владелец. Но если бы этот владелец еще и номера снял, это бы выглядело вдвойне подозрительно. Кстати, что делал покойный в межсезонье Лар-Азьер?» — перебил Волин сам себя. Оказалось, что ничего он тут не делал. Во всяком случае, никто его здесь не опознал. Иришка накануне сколесила весь курорт, показывая его фотографии всем, кому можно и нельзя. Таким образом, похоже, что он даже не доехал до Розьера. Очень может быть, что его сначала убили где-то в другом месте, потом засунули в машину, довезли до леса и бросили на дороги. «А откуда он ехал?» — спросил Волин. «Со стороны Талии». Волин кивнул. «Ну что же, это похоже на правду. Непонятно одно. Если старого перца убили в Италии, почему дело расследует французская полиция? Потому что все это пока только наше предположение», — нетерпеливо отвечала Иришка. «Дело нашли на нашей территории, и вот мы и расследуем». Старший следователь затушил сигарету. «Похоже, придется им ехать на родину Данте и Петрарки». «Придется, придется», — согласилась Иришка. «Кстати, ты по-итальянски говоришь?» «Ну как?» — развел руками Волин. «Челентано, слушаю, конечно». «Краце, пряго, скузи, айнене», — пропел он негромко. «Айнене — это не по-итальянски, а по-румынски», — хмыкнула она. «Или даже по-цыгански». «Ну вот, видишь, вы хоть я еще два языка знаю — итальянский, румынский или даже цыганский». «Она махнула рукой. Не страшно. На границе с Францией все равно все говорят по-французски. Если что-то будет непонятно, она переведет». «Ну что, тогда в Италию?» — спросил он бодро. «Здесь мы все дела закончили?» Она заколебалась. В принципе, да, все. Ну, разве что он захочет еще свидетелей допросить. Волин сделал стойку. «Что за свидетели?» Супруги Моретти, — отвечала Иришка. Именно они и обнаружили тело. «Не знаю, как у вас, а у нас в России как раз свидетель-то и есть первый подозреваемый», — заметил Волин. «У нас даже практикует такой процессуальный фокус. Если мы подозреваем человека, то сначала привлекаем его как свидетеля. В этом качестве он не может отказаться от показаний. А после того, как он все, что можно, расскажет, его статус меняют на подозреваемого или даже обвиняемого». «Эти ваши процессуальные фокусы дурно пахнут», — Иришка бросила на него суровый взгляд. «Ты тоже такое выделывал?» «Я нет», — быстро сказал Волин. «Бог миловал». «Да и вообще я белый и пушистый, ты же знаешь». «Но если серьезно, бывает же, что свидетель оказывается убийцей». Иришка покачала головой. «Не тот случай. Супруги Моретти приехали на ретрит по духовным практикам, на которые записались еще три месяца назад». Предположить, что они попутно грохнули беднягу, было бы слишком смело. Госпожа Моретти до сих пор в истерике бьется. Никакие практики ей не помогают. «Ладно», — сказал старший следователь. «Верю твоему чутью полицейской ищейке. Давай тогда уже собираться, что ли? Время-то не ждет». Дорогие друзья, вы прослушали фонограмму, созданную издательским домом «Союз» и издательством «Покидышев и сыновья». Копирование, воспроизведение, переработка и иное использование данной фонограммы или любой ее части, без согласия правообладателя, является незаконным и влечет уголовную, административную и гражданскую ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все права защищены. Продолжение следует...